сегодня 16 августа тут с братом никитой колен дрова для батюшки эту березу гнилую и осинку тоже мы не осинку от опыли видать щелночным методом между первым и вторым мостиком вот так все буровил три пасынка нашел траве заросшие у игоря на склад надо ну и там лежу на мотоцикле едут ребята но я перешел по камышам с первым на второй и едой вот так понимаю видно что они затормозили развернули и стоят о чем они там говорят не знаю но я шел за вторым мостиком дальше дальше туда березам и потом вышел на дорогу и пошел по дороге к ним подошел уже совсем молоденькие ребятишки и лица как будто бы такие это не городские заговорили один значит из них митя это дима а другой жене с урывки ну маленько им засвидетелся я сразу подходить включил у меня с собой аппарат и они уже развернули назад я еще не доехали рассказала потеряю поезжайте их тут останавливал кто-нибудь сергей останавливал а как он их остановил не знаю на мотоцикле двое ну да на дороге он там еще какой разговор был много спросил к откуда они где-то они вот говорили вас видели визитку показали еще этом делал сказали сказали что столбы пасынки ищите там сколочки вставляете но тогда метки а сергей что сказал монгет такую гид легенду не составишь говорит все правильно значит не врут мы показали визитки да они сейчас ехали тут для глушковская яма остановились и опять побеседовали я на воскресенье пригласил что-то не могут игры вы имеете ввиду сейчас дня у нас занятие божественное много и не говорил рассказал о жизни а дальше раздал они там все найдут на родовых руках ну и там был сам один вот шел когда через это камыш в камыше я думаю споткнись упади и никогда не найдут даже весной не найдут но можно было найти ага я поставил значит тут шла линия глянул а я когда зашел перешел туда видно где я шел а камыш не раздвигал а наклонял и на него становился чтобы след был и думаю сейчас упади еще не сердцем случись но думаю только на следующий наши бы нашли все равно поняли бы что я до сюда дошел раз стоит на той стороне прошли нигде не значит в этом промежутке где-то я нахожусь вот тогда шел и о смерти опять думал их не стал еще раз спрашивать зачем придет время если нужно не расскажут сказал как у нас вот работает и вы какой след можете оставить потрудиться не жаловаться как депутат денег нет у нас нету бесплатно полет помогают друг другу вот и говорю я нашел фактически 4 пасынка 4 брошенная они заросшие травой теперь такая за столбил вот такие вот они метр шестьдесят пять каждая ну а трава то пониже вот такая маленько видно с левой стороны между первым вторым мостиком один створ идет на той стороне который столб и который здесь внизу прямо на него надо идти мы все на этом пошел я все с богом благодарю бога что так сегодня день был играть на горофе чем там уберет не знаю это поля уже обломал его бурю полностью он тот тополь меня страшит когда ветер стоит стороны быть сильный и долг мгновенно надо сразу навалить его туда потому что какой размах кровли ветер завалил бы его это как трактор давило бы мы даже с никита подумали как его колоть будешь вокруг него крутится ну да там домкрат заранее установить заранее подпилить и домкрат поставить как дождаться ветер сразу начинать валить его до куда досюда досюда до достанет а вот достанет маленько дальше проволоку там машина еще все люди не тянуть его хотя бы зато стук поднять его одновременно домкрат ветер и и можно грохнуть а больше не так он опасен для живущих людей он если ударит на пробеж там уже никого не будет ну ладно на память у меня осталось завтра Игорю расскажу где что пошел с Богом давайте а это вот я сказал он лопатой натыкал то он два раза до храма ходил с лопатой видели его видели это семья такая лопата в руки кипая лопатой уже ни разу чтоб я не задевал это ему память это физическое наказание все, давай мне все, слава